Молодые старики. Рассказ о том, как пенсионеры на своём примере показывают, что спорту все возрасты покорны. Отзанимаешься, всё проходит и просто готов взлететь. Чтобы из спортзала в больницу не попасть, полезные советы спортивного доктора. Чтобы предупредить развитие сколиоза, необходимо следить за правильной осанкой ребёнка. Рубрика «Из первых уст» самые знаменитые люди России рассказывают о своём личном спортивном опыте. Сомневаюсь, что человек в моём возрасте просто для своего удовольствия будет плавать на такое количество километров. Существует стереотип о том, что большинство российских пенсионеров – это такие неактивные выпавшие из социума люди, которые всё время лежат на диване и выходят из дома только для того, чтобы купить лекарства в аптеке. По крайней мере, так думают большинство российской молодёжи. Вот мы сегодня приехали в Лужники, чтобы развенчать этот миф. Здесь, в группах общей физической подготовки, занимаются такие старики, которые многим из молодых дадут фору. Самые молодые спортсменки – за 60, самые старшие – 83. Однако возраст для занятий спортом не помеха. Друг друга они называют девочками. Многие едут в Лужники из дальних районов Москвы или даже из Подмосковья. Сами спортсменки пенсионной группы признаются, что получают здесь не только физическую зарядку, но и душевную. Физкультурницы стали друзьями не только на тренировках, но и за пределами Лужников. У нас здесь своя семья. Мы встречаемся, особенно после сезона, после отдыха. Мы рады друг другу. Мы задаём вопросы о семье, о жизни, об удовольствии, о красоте. То, что здесь происходит, называется общая физическая подготовка. Это такая комплексная методика оздоровительных занятий для людей среднего и старшего возраста. На самом деле более современное её название – просто фитнес, который всем известен. Принципы этих двух занятий одинаков. Общая физическая подготовка имеет богатую историю. Например, в Лужниках пенсионеры организованно тренируются аж с 1957 года, то есть более полувека. Мы все давно уже сюда ходим. Я, конечно, немножко помоложена, но хожу всё равно уже 20 лет. 20 лет? Да. Я 40 лет уже здесь хожу. 40 лет? Да. Так что я узнала это очень-очень давно. И как только я сюда пришла, я отцу уже не могу уйти. Здесь придерживаются старых традиций. Почти все методики разработаны ещё советскими спортсменами, тренерами и методистами. Впрочем, есть и нововведения. Такие, например, как упражнения, заимствованные из йоги и степаэробики. Чтобы не параллельно, развернуть вот влево. Раз. Движение ещё. Два. Три. Прямо стоять. Четыре. В правую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. У нас Галина Николаевна держит нас очень жёстко. Заставляет ходить аккуратно. Следит за каждым. Кто оплошность допустил, она обязательно сделает замечание, но сделает по-доброму, по-хорошему. Понимаете, вот это ощущение, что за тобой кто-то постоянно следит, смотрит, это очень важно. Во-первых, это внимание. А во-вторых, это грамотность постановки мышц, движения, отношения к коллективу, который делает кто-то рядом с тобой. Самого хорошего она ставит вперёд. Так, чтобы на него все смотрели, ориентировались. И вот этот самый похвал, это даже не похвал, а какая-то отметка о своём пребывании, она создаёт очень хорошее настроение, что тебя видит. Раз, два, три. Поначалу для новичков заданные упражнения кажутся сложными, но постепенно, через несколько тренировок, они к ним привыкают и забывают о недомогании, болезнях и возрасте. После разминки вроде бы я устал, и в то же время все мышцы в порядке, выходишь как на крылья. Я выхожу после занятия на улице, и у меня ощущение, что у меня сердце умыто, рассохи. Обычные тренировки проходят на свежем воздухе, если погода не подводит. Сегодня погода ну совсем не лётная, и поэтому спортивным энтузиастам пришлось переместиться в зал. При этом, несмотря на то, что на улице дождь и холодный ветер, ни одна из спортсменок пенсионной группы не пропустила тренировку. Иногда даже, знаете, не очень-то хочется идти, и начинаешь через силу, но когда отзанимаешься, всё проходит, и просто готов взлететь от удовольствия. Спасибо огромное, спасибо. Сюда идёшь еле-еле, а отсюда идёшь вся, бегом можно бежать. Аппетит приходит во время еды. Со временем пожилым спортсменам становится уже недостаточно занятий в группах общей физической подготовки, и добрая половина начинает участвовать в городских соревнованиях, таких как лыжные гонки или массовые кроссы. Мне 95 лет и один месяц. Ну ладно хоть 95, ещё месяц. Катаюсь с 13 лет. И ведь что поражает? Результаты, которые показывают эти спортсмены, просто не поворачивается язык назвать их стариками. Скажем лучше так, спортсмены золотого возраста. Удивляются судьи, удивляются зрители, иногда удивляется и сам пожилой спортсмен. Как это я в своей 68 обогнал семерых 30-летних? Многие люди старшего поколения, те, кто пока ещё не занимается спортом коллективно, возможно думают, что это мало развито или трудно в организационном плане. На самом же деле группы общей физической подготовки есть в каждом спорткомплексе, стадионе или дворце спорта. И скорее всего рядом с вашим домом тоже есть. Прийти и заняться физкультурой может каждый. Всё, что для этого нужно, это справка от врача, спортивная форма, желание быть здоровым и ни в чём не уступать молодёжи. Спорт, да, всем! Занимаясь физкультурой, будьте осторожны, не навредите собственному здоровью. О том, как правильно заниматься спортом, в нашей постоянной рубрике «Врачебно-физкультурный кабинет» рассказывает спортивный доктор. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Сергей! Маленький вопрос. Как избежать сколиоза у детей? Организм растёт, мышцы ослабевают, спина искривляется. И несмотря на занятия, мы занимались айкидо, у нас были кубики на животе и кривая спина. Почему? Чтобы предупредить развитие сколиоза, необходимо следить за правильной осанкой ребёнка. Особенно, когда он сидит за столом, чтобы спина была прямая. Второе. Необходимо ношение сумок школьных по типу ранцев. Потому что, если используются сумки, которые вешаются через плечо, это приводит к искривлению позвоночника и, по сути дела, к сколиозу. И третье. Необходимо укреплять мышцы спины. Для этого занимаются физическими упражнениями. Особенно хорошо подходит для этого плавание. Плавание помогает не только предупредить развитие сколиозы, но и является компонентом лечения данного заболевания. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Занимайтесь спортом. Занимика Виноградова, дом 46. Сегодня, 7 ноября, в спорткомплексе «Красный октябрь» пройдёт финал городской межокружной спартакиады «Московский двор-спортивный двор». А кроме того, финал турнира по спортивной и фитнес-аэробике «Музыкальная кроссовка». В соревнованиях примут участие команды-победители окружных турниров. Возраст участников начиная с трёх лет. Адрес улица Тушинская, дом 16, начало в 11.00. А на городошных площадках Москвы сегодня пройдёт третий турнир чемпионата Москвы по городошному спорту. Выбивать фигуры городошники будут в спорткомплексе «Крылья Советов» на проспекте Будённого, дом 17А. А также в спортклубе «Торпеда» на восточной улице, дом 4 и в спорткомплексе «Красный октябрь» на улице Тушинской, дом 16. Практически все знаменитости во все времена были в той или иной мере дружны со спортом. Ведь занятия физкультурой не просто укрепляют здоровье, они ещё и дисциплинируют человека и помогают ему всё время пребывать в тонусе. В нашей постоянной рубрике «Из первых уст» самые известные российские политики, бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса рассказывают о своём личном спортивном опыте и делятся детскими воспоминаниями. Один из видов спорта, который я очень люблю – плавание. Я занималась в бассейне всего один год в первом классе. Но меня научили плавать стилем, и я всю жизнь плаваю стилем. И очень люблю и могу плавать несколько километров. И самый большой комплимент в жизни, который я получила, хотя человек абсолютно не спортивный, когда наши женщины на пляже в Болгарии наблюдали вот несколько лет назад, как я плаваю на несколько километров вдоль, они долго между собой думали, кем же я работаю. И они решили, что, наверное, я преподаватель физкультурного института или физкультурного техникума, поскольку человек и сомневаюсь, что человек в моём возрасте просто для своего удовольствия будет плавать на такое количество километров. То есть это вот с учётом того, что, в общем, я никогда не достала никакими спортивными талантами, для меня это был самый большой комплимент. Поэтому, может быть, те, кто так же, как и я, не достают спортивными талантами, если они будут столько десятилетий тренироваться, то, может быть, потом кто-то сделает им аналогичное признание, признает в них преподавателя физкультуры. И это всё, о чём мы успели вам рассказать на этой неделе. Увидимся, как обычно, в следующее воскресенье в 9.30 утра на третьем канале. Занимайтесь спортом? Хотите, чтобы мы рассказали о вас, о вашей секции или соревнованиях? Пишите. Спортсобака3channel.ру